Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ты вот только не говори сейчас, что ты струсил, и не пойдёшь. Не переживай. Я всю ночь размышлял над своим признанием. Смотрите внимательно, как это делается. Узрите же признание самого второстепенного персонажа в мире. Принцесса Алексия, вы мне нравитесь. Будьте моей девушкой. Просто идеально. Вот это работа настоящего побочного персонажа. И сейчас она откажет мне, а я убегу в слезах. Я согласна. Чё? Именно такой, как ты, мне и был нужен. Теперь мы встречаемся. А, да. Почему? Почему? Почему я стал главным героем романтической комедии? Ух ты, неплохой обед. Столько еды. Никогда не съедала всё. Честно говоря, я была бы не против и... Тогда поделишься со мной. Вкусно. Так, это попробую. Слушай, а правда вкусно? Назовём это операция «Брось меня уже». Ну как тебе? Разочаровалась. Как насчёт совместных занятий? Я не думаю, что это... Я из девятого звена, самого низшего. Ничего страшного. Я замолвиваю за тебя словечко, и ты мигом окажешься в первом. Хорошо. Так, мой обед и операция «Брось меня уже». Пришли к концу. Да, всё верно. Я решила встречаться с ним, учитель Зенон. Ну и но. Ведёшь себя как ребёнок. Ты же знаешь, что всю жизнь бегать не сможешь. Я всего лишь ребёнок. Возрослые дела, но снесу её. Пусть это публично и не заявлено, но мы обручены. А, ясно. Вот в чём дело. Мне нужно лишь ваше согласие. А я пока отойду на второй план и пережду весь этот переполох. Получается, ты просто не хочешь обручаться с учителем Зеноном и решила найти мальчика по вызову. Поэтому отыскала кого-то из низшей знатики, кем можно манипулировать. Да, всё верно. Прости, но я не хочу привлекать к себе лишнее внимание, да и до твоих проблем мне как-то нет дела. Как холодно ко мне относится мой же парень. Чисто на словах, забыла сказать. А ты у нас будто лучше. Сид признался в любви, ведь проиграл пари Кагена. Пообщалась я с твоими друзьями. Они покраснели и выдали всё почистую. Какой кошмар. Играешь с чистым невинным девичьим сердцем. Если кто прознает, со своими спокойными деньками в Академии можешь распрощаться. Милый, ты там как? У тебя что-то лицо так перекосило? Я в порядке. А лицо у меня такое, потому что у меня характер такой гнилой. Хотя не такой гнилой, как у тебя. Чего ты там бормочешь? Да ничего, тебе показалось. В любом случае, нам придётся продолжить этот фарс. Всё закончится, стоит учителю сдаться. А сдастся ли он? И всё-таки эта роль не по мне. Да знаю я. Тебе просто нужно выиграть мне время. Остальное я возьму на себя. Добром это вряд ли кончится. Бла-бла-бла, нытик. Ух ты. Неужели я похож на того, кого можно купить? Очень даже. Это ты чертовски правар. Гав! Карманные деньги от родителей не могут покрыть все расходы владыки теней. Разве можно терять такой шанс? Нельзя! Хороший мальчик. Какой послушный, дворняжка. Ну же, лови! Гав! Не существует людей без недостатков. А если всё-таки существуют, то они либо лжецы, либо не в своём уме. Понятно. Благодарю за крайне необъективный ответ. Всегда пожалуйста, недостойная дворняжка. Лови свой приз.